Здравствуйте, Виктор Григорьевич. Огромная вам благодарность за весь ваш труд и всей вашей команде. Вы очень такие полезные сведения, данные даете, знания. В общем, очень ценю. Посмотрел почти все, что представлено на вашем канале на YouTube. Вопросов практически нет по представленному материалу, но имеются вопросы в целом по картинке мира. У меня не получается нарисовать у себя в голове полную картину происходящего, ввиду того, что некоторые термины не имеют своего раскрытия. Я для себя наметил некоторый круг вопросов, и я не знаю, как нам будет проще и мне, и вам беседовать. По вопросам по отдельности пойдем или мне сперва вам все озвучить, и потом дальше мы уже будем как-то согласованно действовать? Ну, давайте попробуем озвучить. Попробуем озвучить. Итак, первый вопрос. Материя – определение. Второй – частица – определение. Третий – поле определение. Ну, известно, что виды полей электрическая, магнитная, гравитационная. Существуют ли другие виды полей? Дальше – масса – определение, энергия – определение. Дальше – как возникает энергия, как работает воздействие, как работает моментальное дальнодействие. И такой дополнительный вопрос, если будет время. Что происходит, когда движется проводник в магнитном поле? Список вопросов понятен. Тут по порядку. Первое у нас было что на вопросе? Материя. Материя. Вот все определения мы в рамках научного метода должны пользоваться определениями, которые уже есть до нас. Если мы подозреваем что-то другое под этим термином, мы должны дать свое определение, ввести свое название термина «новое», если оно отлично, от представлений предыдущего поколения ученых, и тогда пользоваться. Применительно многих вещей, которыми мы занимаемся, нам приходится давать определение термином по причине того, что базовые определения терминов, которыми пользуются современные ученые, они в ряде случаев не корректны. Причем идет такая «перемешка» определения, когда исходные были какие-то адекватные определения, потом они поменялись на дна, неадекватные определения, фигурировали одновременно два определения, сейчас оттолкали. Одно из них получается суматоха. По первому определению у нас ситуация какая? Вот мы это определение давали, оно у нас было в лекциях, материя – это все, что расположено в пространстве и проявляет какие-то физические свойства, либо материя – это то, что находится в пространстве и проявляет какие-то физические свойства. Ну, корректнее, конечно, говорит, расположено в пространстве, потому что нашло млекопитающее что-то или не нашло, это как бы такой второй вопрос. Теперь по материи. По материи. Мы сняли фильм, материя, как она разделяется на формы, что вся материя, которая есть у нас в природе, разделяется на три вида – это вещество, частицы и поле. Ну, при этом вещественная материя, она само собой подразумевает, состоит из частиц. И вещество, и частицы, и поле, и материя – это и определения, они есть, должны быть во всех справочниках, но проблема в том, что эти определения по-разному трактуются. Здесь у меня вопрос. Вещество, частицы и поле – это виды материи, правильно? Да. Да. То есть мы можем классифицировать материю вот на такие подкатегории. Сама по себе материя что представляет? Вот я смотрю, например, в Википедию написано «от латинского материя – вещество». И дальше пишется «физическое вещество, в отличие от психического и духовного». Ну, и я автоматически попадаю в тупик. Все. Вот это говорит о уровне развития нашей современной цивилизации, физической науки, математики. Это скатились до скотского уровня, зазомбированы. Это безграмотность транслируется через официальный источник. Википедия считается полуофициальным источником, потому что это творчество людей народа. Но этими проблемами все равно занимаются люди, получившие образование, вышедшие из вузов и так далее, в том числе и преподаватели, и физики, и все, кому положено, занимаются наполнением Википедии, в том числе вот этих научных разделов. И вот это вот сообщество российское физиков не смогло дожидать вменяемое определение материи. Это вот показатель безграмотности на состояние на сегодняшний день. Дальше. Если вы пройдете по определениям некоторых терминов на немецких ресурсах и на англоязычных ресурсах, сравните их с русскими, там еще и финские, и шведские, как бы тоже полезно. Вы увидите, что по прочтению того же пространства, например, везде разные трактовки, текст везде различен. Конечно, конечно. Я не первый год уже это все копаю и все это наблюдаю, что везде даются разные трактовки, и в этом разобраться никаких мозгов не хватит. Ну вот мы и пошли как раз этим путем. Мы единственный канал, который дает достоверную информацию. Если мы на сегодняшний день что-то не сформулировали, да, вот прям абсолютно грамотного вида, мы это не даем. Мы проделываем сначала работу, формулируем, потом выдаем, ну это как было с фильмом про равновесие, мы все показали в деталях. И придраться там как бы, и через сто лет никто не сможет придраться ни к чему. Вот. И это дорогой идем. Так вот, материя у нас делится на три категории и делится по принципу то, что расположено в пространстве и проявляет физическое свойство. Если что-то не расположено в пространстве, а расположено в фантазиях, это не материя. Хорошо, здесь у меня другой вопрос, значит, по поводу термина физические свойства. Опять же, зная о том, что в ваших материалах присутствует такое определение понятия материя, я пошел смотреть, что означает физические свойства. Нахожу в той же Википедии, что физические свойства, дальше пишется, что вещества, как таковых, они нигде не существуют, а просто именно привязки к веществу. Значит, физические свойства вещества – это свойства, присущие веществу вне химического взаимодействия. И дальше идет двоеточие раскрытия. Значит, температура плавления, кипения, вязкость, плотность, теплоемкость, твердость, упругость, индуктивность и так далее. Там цвет. В общем, самостоятельные свойства вещества. Но это не раскрывает мне физических свойств материи как таковой, потому что разные виды материи обладают разными свойствами. Как быть? Правильно. Ну, мы по исходным данным знаем, что у нас определение некорректно. Люди путают вещество и материю. Да. Вот они путают, да? И разговаривают только о вещественной материи. Ну, все, приехали. Мы понимаем, где у них перекос и ставим себе задачку. Вот, кстати, нормально, это надо зафиксировать ребятам, которые занимаются нашей энциклопедией, что вот этот раздел надо добить. И, в принципе, пользуясь случаем, я бы хотел пригласить вас в постановке вопросов к участию, потому что, ну, вы видите проблему. Вот вы прямо ее видите в образовательном ключе, вы четко формулируете вопросы, что надо сделать, что надо проделать, чтобы дополнить вот этот массив. Я с радостью подключусь к этой работе. Позже, случаем, приглашаю наших ребят, кто вот эти вот вопросы понимает, кто может вынести положительный вклад. Давайте группу какую-нибудь, стучите на страницы ВКонтакте под верхней темой и будем как-то переходить в группу. Объявление о создании группы, наверное, там потом приделаем, чтобы заниматься вот этими вопросами. Определение материи. Нам надо четкое определение материи. Значит, если мы здесь подтягиваем понятие физические свойства, нам надо раскрыть содержание этого понятия. Это не совсем корректно. Физические свойства мы имеем определение. Это базовое определение, но где-то есть свойства сначала. А можно воспроизвести его? Это мы заходим на словарь, открываем и смотрим, и увидим, что нечто присущее объекту, свойства. Будет такое какое-то определение или близкое по смыслу. А физические свойства – это нечто присущее объекту в физическом плане. Вот и все. Тут как бы хитромудрости это никакой не должно быть. Ну, хорошо. Я просто продвигаюсь логически, с тем, чтобы мы не потерялись нигде по пути и в сторону не ушли. Хорошо, значит, физическое свойство – это нечто присущее объекту в физическом плане. Я просто параллельно заметкиваюсь от этого дела, чтобы перед глазами все было. Нечто присущее объекту в физическом плане. А помимо физического плана в пространстве какие-то еще планы существуют? У нас в пространстве все… Физика – это природа в переводе. У нас все именно физического плана. Но там дальше раздел информации, мы к этому переходим уже отдельно. Это как разница с состоянием. Ну, информация – это другое, да. А так все, что у нас находится в пространстве и проявляет какие-то физические свойства, это все является материей. То есть, тогда можно сократить, и можно сказать, что это нечто присущее объекту в природе. И тогда будет почти… Хорошо, вот прям вот уже грамотное определение слышу, вижу, понимаю. Ага, хорошо, хорошо. Тогда можно переходить к тому, что есть частица. Ну, как бы вещество – нет смысла рассматривать. Вещество – это организованные частицы по определенному признаку. Нам нужно прежде определить, что есть частица. Это дискретный объект материи, расположенный в пространстве, в базовом случае перемещающийся по пространству со скоростью, близкой скоростью света, в свободном состоянии. В связанном состоянии – это часть вещественной материи. Это частица. Как это привести в красивый физический язык? Ну, надо посмотреть, что имеется на эту тему из бытующих определений, потому что наверняка где-то что-то есть корректное уже проходящееся в эти рамки и воспользоваться уже готовым определением и на это сослаться. Если нет такого определения, значит, надо четко шлифануть слова, сформулировать и выдавать как определение частицы. Так, вот это очень интересный момент. Я первый раз с таким сталкиваюсь. Частица – это у нас дискретный объект материи, расположенный в пространстве и в несвязанном состоянии, перемещающийся со скоростью близкой к скорости света. Значит, смотрим в истоке того, как возникает вещество. Значит, некий объект перемещался со скоростью близкой к скорости света и по некой причине он замедлился и организовался с другими подобными объектами. Произошло, значит, некое взаимодействие объектов, вот этих перемещающихся со скоростью близкой к скорости света. Они же в разных векторах перемещаются, в разных направлениях. Вот есть два направления возможной нашей беседы. Первое – мы беседуем в рамках приносимой пользы и научно подтвержденной информации. А второе – мы рассуждаем и фантазируем о каких-то теориях или о каких-то констатациях. Это разные моменты. Я предлагаю по пользе двигаться, но в фантазии не ударяться. Ну, я пытаюсь модель пока построить, увидеть происходящего. Ну, у нас есть реальность. Реальность такова. У нас есть пространство, в нем есть вещество, в нем есть частицы и есть поле. Вот это реальность, это констатация. Вы можете взять ее в качестве теоретической модели, основывать вашей теоретической модели, а передавать, как зародилась... Вы же пошли, как зародилась частица, да, или что вы говорите? Не, вещество. Как у нас получается вещество? Вещество состоит из частиц. Да, но оно же как-то должно произойти, вот это соединение частиц. Совокупность частиц, силовое взаимодействие в рамках базового гравитационного поля. Это просто скопление частиц, связанных силовыми связями на первичном гравитационном уровне. Хорошо, мы переходим тогда к полю. У меня тут по частицам у меня вопросов нет. Дальше нужно определение поля. То есть поле – это как некий клей, который при взаимодействии с частицами воспроизводит вещество. Ну, если очень грубо говорить. Стоп, еще раз. Поле – это? Поле – это как некий клей, который организует частицы в вещество. Ну, это как бы поэтическая трактовка. Да, да, свободная, полностью свободная, да. Я просто суть пытаюсь передать. По сути, у нас есть физические справочники, где есть определение поля. И оно по справочникам должно быть корректно, это определение. Так, все. Вот просто посмотрите, из этих определений выбрать корректное определение поля и им пользоваться. Потому что термин поля не мы придумали, а он веден до нас, и люди под этим понятием что-то подразумевали до нас. Поэтому мы пользуемся. Ну, вот я сейчас перед глазами, у меня Википедия открыта, вот я читаю поле в физике. Физический объект классически описываемый математическим скалярным, векторным, тензорным, спинорным полем. Бред, это бред, бред сразу, это бред. Это люди не знают, как давать определение. Ответ, любое определение отвечает на вопрос, что это. Оно не отвечает на вопрос, как млекопитающие пытались это описать. Ну, вот у меня перед глазами сейчас большая российская энциклопедия открыта. Здесь есть поля физические. Да. Читаю, да. Физические системы, обладающие бесконечно большим числом степеней свободы. Относящиеся к такой системе физические величины не локализованы на каких-либо отдельных материальных частицах с конечным числом степеней свободы. Они прерывно распределены по некоторой области пространства. Это тоже не определение, это попытка создать вид определения. Ну, вот да, согласен. Вот я прочитал, я вообще ничего не понял. Ставим галочку, что надо это определение давать. Так, ну, вообще, у вас нет там под рукой? Егорский, Детлов, наберите справочник определения поля. Скорее всего, там, наверное, есть. Это простой справочник для механиков физических, где обычно все корректно. Справочник. Егорский, Детлов, справочник. Ну, вот, смотрю, на, ну, это ПДФ-ка. Книга. Книга. На, это Озон. Ну, ПДФ-ка. Тут надо листать, прям, смотрите, на это сейчас долго, ну, много времени уйдет. Я думаю, что это не очень удобно в рамках текущей беседы. Так, вторая позиция, где это можно посмотреть, это энциклопедический словарь советский. Ну, годов, допустим, там, 53-х, тире, 60-х, каких-нибудь девятых. Вот в этом окне двутомник синий. Там должно быть корректно... Так, энциклопедический словарь юного физика Чуянов. Есть еще Бро Гауза и Ефрона. Первая публикация, 83-й, это поздно. Ну, грубо говоря, пуп-галочку ставим, надо будет найти корректное определение, его озвучить. Если нет, надо запилить корректное определение поля. Так, хорошо, значит, по полю поняли. У нас тут пока что вопрос. Дальше. Следующим у меня идет масса. Масса. Масса, по массе-то точно должны быть определения. Я практически уверен. Ну, опять же, сразу Википедия. Да, скалярная физическая величина, определяющая инерционные и гравитационные свойства в тех ситуациях, свойства тел в ситуациях, когда их скорость намного меньше скорости света. определяющая свойства, величина. То есть они под массой совокупность свойств подразумевают в гравитационной среде, получается. Ну, для ситуации. Вот, для этого мы как бы и пытаемся сделать нормальный словарь. Я согласен, да. Где вот из этой кучи всякой болтовни можно будет получить четкие ответы, однозначные и понятные. Ну, должно быть просто тогда два определения массы. Одно просто масса, другая инертная масса, или одно должно быть общее, корректное на оба случая. Но, в принципе, масса – это количество вещества. Так, если масса – это количество вещества, тогда у частиц нет массы, получается? Так, так, так. У частиц нет массы. Так, это… У нас по частицам… Ну, да, у нас разделение есть, но у нас масса фундаментальна, вот. Ну, что есть масса фундаментальна? Да, нам, прежде чем переходить на уровень вещества, нам надо разобраться, что происходит на уровне частиц и на уровне поля. Так, ну, определение – это все равно. По массе мы можем дать, и на этом этапе. Это не обязательно. Расшифровка свойств, определение – это разные вещи. Масс, под массой, действительно, под любым термином, под любым понятием, под любым определением понимается то, что это такое. То, что люди называют под этими звуками, то, что они подразумевают под этими звуками. И про массы мы действительно подразумеваем количество вещества в объекте. И дальше уже от этого количества вещества оно уже себя может так или иначе инертно вести. Мы его когда толкаем, мы понимаем представление о мере его инерции, и тогда мы уже получаем там все остальные подробности. Но фундаментально – это характеристика, описывающая количество вещества. Я думаю, в определении понятия «количество вещества» оно будет. У частицы применительно к массе, там у нас частицы же тоже не все однотипные. Одни у нас в свободном состоянии летят со скоростью света, другие частицы не летят со скоростью света. Одни у нас в гравитационном поле перемещаются, не могут находиться в покое без связки. А другие, пожалуйста, вот она, частица, никуда не движется. Поэтому она составляет вещественную материю, и дальше, когда мы ее разбиваем, она тоже никуда не перемещается. И только дойдя до определенного предела деления, когда мы разделяем частицу, уже получаем нестабильный диполь, вот тогда этот нестабильный диполь вовлекается и уносится со скоростью, близкой скоростью к света. Но тут принцип такой, что масса как раз формируется вот на этом уровне связей, этих диполей, потому что, ну, простой смысл. По биполям непонятно, мне термин не знаком. Биполе, ну, это как в простом понимании, это два заряда. Это планетарная система, где один объект обращается вокруг другого. Ну, это такая гантелька силовая в пространстве. Вот плюс и минус, как вот в старой классической традиции. Хорошо, Виктор Юрьевич, значит, давайте чуть назад открутимся. Мы начали обсуждать массу, но у меня попутно сейчас возникли какие-то вопросы по частице. Значит, мы определились с определением. И у меня возникли вопросы по поводу того, что есть ли у частиц какие-то общие свойства, признаки, которые характерны для всех видов частиц. Ну, все частицы – это планетарная система, по-другому никак. Вот что касается строения атома, частицы и так далее, это планетарная система. То есть, условно, два объекта, между которыми происходит некая взаимодействие? Нет, нет, нет. Это два объекта – это силовая схема. Там может быть значительное количество объектов в каждой частице. Это зависит от самой частицы, сколько в ней объектов. Хорошо, тогда по-другому поставлю вопрос. Частицы – это множество? Совокупность объектов, связанных полем и силовым взаимодействием. Так, а если идти на уровень еще глубже, тогда эти объекты что из себя представляют? Это мы не давали, ведь туда мы пока публично ходить не будем. Понял. Так, хорошо. А, ну и тогда, соответственно, нет смысла задавать вопрос про границы частиц и про их поверхность, потому что нету. Про поверхности нет, это понятно. А границы? Границы определяются силовым балансом, совокупным гравитационным полем определяются границы. Ну, скажем, если вы понизите плотность, то у вас кратно изменятся габариты частиц, у вас увеличатся или уменьшатся размеры частиц. Понизили плотность, у вас все частицы увеличились. Так, а зная, что поле у нас распространяется бесконечно в пространстве, значит… Во всех обозримых пределах Вселенной частицы имеют один и тот же тип размера. То есть мы по всей Вселенной везде мы имеем одинаковые частицы от одних размеров. А, размер, ага. Ну, грубо говоря, комплект частиц, вот эта таблица Менделеева, система периодическая, у нас этот комплект с плюс-минус дельтой, он везде один. И размеры частиц в рамках этого комплекта, он везде один. Это определяется силовым взаимодействием. Это невозможно иметь разные давления в одном сосуде, в одном объеме, без каких-то перегородок. У вас все выравнивается. И все выравнивается полем. Да, все выравнивается на исходной стадии. Ага. Так, хорошо. И, значит, получается такой момент, что до какого-то момента поле насыщенное получается, а дальше оно ненасыщенное. И вот этот момент перехода – это как раз-таки есть граница вот этих частиц. Так, правильно будет сказать? Вы сейчас говорите про внешнюю границу частиц? Да. Ну, внешняя граница частиц происходит по следующему принципу. Она не дискретна. Да. Но у нас есть силовой контур, за который внешнее воздействие не проходит. Ну, вот представьте, у вас обращаются два магнита на жесткой связке, допустим. Ну, на силовой связке, она не жесткая, но обращаются, да, разнополярных там. Или однополярных, ну, скажем, просто модельку мы построили. Они вокруг общего центра масс вращаются? Да. Я пытаюсь аналог какой-нибудь из осязаемого вещественного мира вам предоставить для того, чтобы вам было понятно. Два объекта вдруг вокруг друга обращаются, то у них нет поверхности. Каждый объект имеет поле. Поле расходится в стороны, во все стороны от каждого объекта, от каждой частицы. И это поле, оно чем ближе к объекту, тем оно более насыщено, чем дальше. Тем разнереженнее. Когда какой-то внешний любой объект, посредник нашего восприятия, например, частица света приближается, вот к этой более крупной частице, она, ну, предположим, что эта частица, она встроена в вещественную материю, да, и мы какой-то частицей света бомбардируем этот объект, чтобы отраженный сигнал пришел к нам в глаз, да, чтобы мы получили представление. Вот сигнал отражается не от самой, там, какой-то внутренней составляющей частицы, а сигнал отражается от поля, окружающего эту частицу. И он заходит на какую-то глубину, как сигнал мы определили, что у нас является фотон сигнала, ну, частица летящая такая. Она прилетела до вещественной материи, отразилась от его поверхности на каком-то расстоянии, дошла до нас следующая частица. И в результате вот этого создаваемого контура, вот этой границы, от которой оно отразилось, мы имеем представление о размерах этих частиц, да, поверхности, местоположении поверхности. Но, да, а само нахождение, соприкосновение, оно на каком-то расстоянии от частицы находится, от этих диполев, из которых состоит вещественная материя. Да, по силовому контуру происходит соприкосновение, я понял. Да, да, по полевому. Причем, как бы, теоретически два варианта у нас есть. Это зависит от структуры вещественной материи. То есть у нас фотон может отражаться совсем от поверхности, ну, от поля на поверхности на какой-то дельте. Есть еще гипотетическая возможность захода частицы в вещественную материю и выходе. В эту же сторону, под каким-то углом тоже, это теоретическая возможность, мы ее тоже должны рассматривать. И следующая нормальная теоретическая возможность, когда через вещественную материю фотон проходит. То есть у нас, как бы, две теоретические возможности отражения есть. Одна по поверхности, другая с заглублением. Тоже есть, это более мелкая, но она есть теоретически. Ее тоже надо в теоретических построениях на нее закладывать возможность. Вот. Так, хорошо. В принципе, до какого-то момента по частицам понятно. Теперь по массам. Вы мне обе поли начали говорить, раскрывать понятия, для того, чтобы я понял вообще, как масса устроена. Можем немножко открутить назад, да, и вот заново начать определение? Мы пользуемся классическим определением масс. Они разные, да, стертые. Но наиболее перспективным, это является, наиболее адекватным, это определение масса, это количество вещества. А, вот, да. И мы дошли до того, что у нас частицы безмассовые. Вот. От того, как частица, что такое масса в частице, как это переносится, как это формируется в дальнейшем, это очень хороший материал, мы его пока не стремимся публиковать. Ага. Хорошо. А теперь по энергии. Ну, с определения по классике начинать, а потом разбираться. Давайте так же и будем, да. Это наиболее наглядный такой способ. По энергии я насчитывал что-то пакет из пяти, по-моему, определений разноплавающих. Должно быть одно определение энергии. То есть это некое явление? Вот это явление представляет собой процесс? Или это явление представляет собой некий объект? Мы исходим из определения. В определении там среди этого всего есть такое определение количества движения, заключённое в объекте. Так, от греческого деятельность. Энергия от греческого деятельности. Я просто подряд все считаю определения сейчас. Общая количественная мера, связывающая воедино все явления природы, различные формы движения материи. Ну, проще говоря, вот, пожалуйста, энциклопедический слайд, в котором так написано. Так, следующая новая энциклопедия. Универсальная количественная мера форм движения, состояния взаимодействия как вида. Дальше. Брагаус-Ефрон. Энергия есть. Способность данной системы тел, находящихся в данных условиях, совершать некое вполне определённое количество работы. Но всё так или иначе свозится к некой совокупности возможных свойств, заключённых в объекте, которые можно размотать и получить полезные эффекты в качестве движения или тепла или чего-то ещё. Это всё подразумевается в этом русле. Ну, по совокупности определений, несмотря на всю их различность, ну, как бы заложено от греческого исходного определения действие осуществления. Это возможность, заложенная в объекте, совершать различные дальнейшие материальные действия или с самого объекта передать какое-то действие другим объектам. Ну, так это трактуется. Я у себя вкратце пометил, что это, получается, совокупность свойств, заключённых в объекте, проявляемых при взаимодействии. Получается, что энергия имеет потенциальную природу. Давайте вот как первые тропки к черновику это пометим и оставим. Потом надо обварить. И надо просто, нам надо в чистом виде, если мы даём новое определение, нам надо безупречно корректно его делать. Конечно, конечно, да. И его надо прогонять по всей теории, чтобы оно везде чётко подходило. Так, ну и, в принципе, два вопроса об воздействии дальнодействия, ну и в оконцовочку проводник в магнитном поле. Возможно, вы все три в совокупности вопроса сможете осветить. Два вопроса про дальнодействие. Один вопрос воздействия, как происходит воздействие, ну вот воздействие чего-то на что-то, да, вот у нас две частицы, допустим, или два поля, как они между собой. В плане количественных показателей воздействия мы полностью описали, это формула физического воздействия, у нас специальный ролик есть, где это всё описано. Он попадался, не попадался? Я так сейчас навскидку не припомню, может быть и попадался, я его просто не понял. Это вот в плане формулы физического воздействия, формула всего так называемая, она у нас есть на канале, это ролик, вот он информативный, а в плане каких-то понятных смыслов… Ну, а писать можно механизм того, как работает воздействие? Не формула, а просто бытовым языком? Как расширяющая сфера? Ну, в человеческом представлении это работает как расширяющаяся сфера. Вот, предположим, вы провели такой трубопровод газа, например, в нашу комнату, сделали такой выход из трубы, который одновременно бы раздувал газ во все стороны комнаты, да? И вы, находясь там где-то на удалении от источника газа, подносили к этой трубе, к этому потоку, равномерно расходящемуся в сторону, какой-то объект. Вот та часть газа, которая приходится на этот объект, это воспринятое воздействие. Если вы поднесли, допустим, какой-нибудь такой, не полностью шарик, а дырявый шарик, да, то у вас получится воспринятая телом часть воздействия, да, ну, не все 100% потенциала, которое фактическое воздействие. Вот это то, что долетело до шарик, поток. Ну, скажем, если вы, есть разница, если вы теннисную ракетку поднесете, да, она дырявая, вы не все воздействие снимете, которое могло бы на эту площадь, на этот объект прийтись, да? И если, допустим, если объекта будет, эта ракетка будет заклеена пленкой, да, и будет работать как парус такой, вы больше воздействия снимете, да? Да, с этим понятно. А посредникам в данной схеме что выступает? Вот этой трубой. Воздействие осуществляется только посредством поля. И это объяснение, вот оно количественно-формульное объяснение, то, что мы дали. А если ближе уже к самому пониманию, надо еще одну аналогию суда озвучить, одну аналогию для понимания себе запасти, это воспринимать это как не распространение во времени воздействия, а уже готовую связь, которая и есть. Между одной точкой материальной, второй или между одной частицей и другой частицей, расположенной на удалении. То есть воздействие не прибегает к вам откуда-то, оно уже есть, вы просто сообразили, что оно есть. Но вот, скажем так, воздействие от частицы, расположенной на Солнце, с частицей, расположенной на Земле, оно не прибегает, оно уже есть, оно уже было. Если бы частица была там вне Земли, оно уже все равно было между Солнцем и этой частицей. Частица упала на Землю, это воздействие все равно уже есть, это уже состоявшееся все. И никакие частицы там дискретные вам не нужны, чтобы передавать это воздействие, оно уже состоялось. Да, да, потому что у меня недавно была беседа с одним радиофизиком, я ему задал вопрос. Объясни мне, пожалуйста, как телескоп, вот этот новый, как его там, не Хаббл, а другой, как он передает из такого удаленной точки, из такой удаленной точки, нам сюда радиосигнал. И он мне сказал, что существуют некие кванты, подобные световым, безмассовые частицы, которые вот распространяются и передают, значит, какие-то взаимодействия. Но я ему стал контрольный вопрос задавать, уточнять его вот эту модель, и в итоге он просто слился, не смог мне ответить. Сейчас вы мне объяснили, я понял, как это работает. Так, ну, в принципе, тогда на данный момент у меня вопросы закончились. Спасибо, спасибо. Благодарю за беседу, очень приятно. С вами был Виктор Катючек, канал Научный Трибунал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Имеет не одно значение, значит, не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит, утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Но, это первый закон логики. Но, 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 но дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету.